Предисловие, когда вознесшиеся до небес упадут на землю, когда в последней деревне разразится хаос, когда друзья станут врагами придет третий бог и сделает свой выбор. Первому дано управлять на своей земле и знать правду, храня тайну до конца своей жизни. Второму надлежит стать великим хранителем истории сильнейшей эпохи, оберегая бесконечное множество тайн. Последний сможет найти то, что было спрятано в веках и открыть миру великую правду, которую скрыли от всех давным-давно. Пророчество великого жабьева мудреца Гамамару «Хватит, Мадара!» Этот крик эхом отразился в голове Учихи, что стоял в долине водопада. В двадцати метрах от него, на другом конце бурной ики, что с шумом падало вниз, стоял его когда-то лучший друг. «Стоял тот, кому он верил последние годы, но теперь, теперь все изменилось. Ты еще можешь все исправить!» В голосе Синджу послышалась мольба. «Нет!» Он боялся не Мадару. Он боялся, что тот, в гневе на него, может разрушить деревню. «А что мне исправлять?» Зло спросил его Учиха, скаля зубы. «Что, Хаширма?» «Кто в этом не виноват?» — кричал ему Синджу, стараясь перекричать водопад. Он хотел убедить друга в том, что эта боль в его груди утихнет. И все станет, как прежде, но Мадара не желал этого понимать. Ведь, сейчас, клан Учиха его ненавидит. Они все его не слышат. А лучший друг сделал еще хуже, чем все его окружающие люди Синджу его предал. «Хорошо же ты избавил себя от обязанностей», — казалось, Мадара плюнул эти слова ему в лицо и горько усмехнулся, видя, как Хакагили изжалко поджимают губы и хмурят брови. «Как ты мог?» Его голос предательски дрогнул, и он с ужасом закрыл глаза. «Ты отнял меня все, а я... я...» Мужчина медленно вытащил катану из-за пояса и двумя руками направил ее на Хаширму. «Я тебе верил». Синджу также последовал его примеру, понимая, что уже слишком поздно для того, чтобы его уговаривать. «Мадара. Это конец», — Хаширма, — в глазах Учихи проблеснула ярко-красная искра, показывающая необычный и просто потрясающий до глубины сознания узор. Синджу лишь громко выдохнул, чуть опуская голову и прикрывая глаза. Он был согласен. «Это и вправду конец». И в этот раз, мужчины разом слетели с места, начиная самую яростную в мире битву. «Я тебе не проиграю». В тот день в деревне было очень тихо. Все шины Беконохи стояли на скале, что окружало деревню и смотрели вдаль, где сейчас шла ужасающая битва между богами Ниндзя. И просто молчали. То и дело из-под земли и воды. Поднимались гигантские, непроходимые деревянные джунгли, но они тут же сгорали под адским пламенем, превращаясь в пепел. Никто и никогда не видел ничего более ужасного. Ведь, когда Хаширы и Мадары сражались раньше, они будто сдерживали свои силы, чтобы не задеть своих же людей, но теперь, теперь было все иначе. Если бы жители не были бы так напуганы, они бы увидели, как какой-то совсем маленький мальчик со светло-каштановыми волосами, торчащими, как самые настоящие еловые иголки, во все стороны, быстро перескакивал с ветки на ветку, приближаясь к месту битвы. Он очень хотел увидеть все вблизи, ему было совсем все равно, о чем, сейчас, думает мать, которая за него беспокоится. И что предпринимает отец, зная, что семилетнего сынишки нет рядом. Это было совсем не важно. Главное посмотреть, на эту божественную дуэль сильнейших шиноби на свете. И, когда он решил спуститься на землю, чтобы было удобнее бежать, то споткнулся и больно ударился головой, прокатившись пару метров кубарем. Ай, захныкал Милки, чувствуя, как из глаз посыпались искры, а голова пошла кругом. Сделав пару шагов, мальчик снова упал на колени и потер место, которое неблагополучно ударил. Больно? Этот вопрос раздался из ниоткуда и застал его врасплох, поэтому он тут же подпрыгнул на месте, снова упав на спину. Подняв свой озадаченный взгляд из-под копно-каштановых волос, юнец с удивлением оглядел стоящую перед ним девушку с повязкой его деревни на правом предплечье. Она сидела перед ним на коленях и с улыбкой наблюдала за всеми его движениями. Больно? Удивившись, глупо переспросил он, будто не расслышав вопроса. Но, не услышав своего собственного голоса, сильно испугался. Мальчишка зажмурил глаза, вслушиваясь в неприятные и очень громкие звуки доносящихся взрывов, которые немного оглушали. Но снова открыл, восстанавливая расплывчатое изображение девушки. «Как тебя зовут?» Спокойно поинтересовалась незнакомка и поправила длинные светлые волосы, заплетенные в косу, что так красиво лежало на ее плече. Херузин хрипло выдавил из себя потомок к клана Сарутаби, понимая, что у него почти пропал голос. Ее красота подарила все чувства, оставив только себя в самом центре его поля зрения. Все остальное будто потеряло всякий смысл и просто перестало существовать. Кто? Кто она? Он уже ничего не слышал и не видел всего того, что происходило на заднем фоне. Херузин лишь смотрел только в глубокие темно-фиолковые глаза прекрасной незнакомки. И видел только ее обаятельную женскую улыбку, которая была наполнена вечной добротой и спокойствием, прямо как от его мамы. Кто? Сарутаби казалось, что он ее уже знает. Что он ее уже где-то видел. Но не мог вспомнить где. В его памяти лишь были черные провалы, что закрывали туда вход. Кто ты? Я? Удивилась девушка, совсем не ожидая такого вопроса. Мальчик завороженный кивнул. Она тихонько посмеялась и убрала маленькую прядь волос за ушко, смотря ему прямо в глаза. Я третий бог. Сарутаби в недоумне приподнял брови, совсем не понимая, о чем она говорит и уже было хотел что-то возразить, но незнакомка поднялась с места и одела на голову капюшон от плаща, что был накинут на ее плечи. После этого, совершенно внезапно, в голове мальчугана всплыли неожиданные воспоминания, которые резко ворвались в его голову и нарушили запрет. Херузин все вспомнил. Все. Он знал, кто она. Знал. Как же он вообще мог забыть? Ты же. Мальчик не понял, как, но она мгновенно оказалась возле него, и он вдруг почувствовал, как девушка прижала свой пальчик к его губам, наклонив лицо так, чтобы Сарутаби можно было хорошо разглядеть на его же уровне. Тише, прошептала незнакомка и негромко рассмеялась, смотря на ошарашенное личико Херузина, который, казалось, еще бы чуть-чуть и свалился бы в обморок. Нас могут услышать. Девушка верила, что, если она откроет ему правду, то этот маленький и отважный Сарутаби, станет ее первым избранным будущим Хакаги, а глава деревни обязан знать правду. Он должен ее помнить, несмотря ни на какие законы. Это его уже выбранный путь нельзя. Девушка мягко улыбнулась и убрала палец, посмотрев в сторону яростные дуэли ее друзей. Ее прекрасных, единственных и лучших друзей, не понимая, зачем они устроили это жуткое побоище. Херузин продолжал наблюдать только за ней. За этой изящной красавицей, которая внезапно сочувственно свела брови к переносице и прикрыла глаза, стараясь улыбаться, но у нее не получалось. Сарутаби будто чувствовал ее боль. Чувствовал, как у нее ноет сердце, глядя на этих двоих, но не понимал, почему. Почему? Прекрасные фиалковые глаза девушки были полны горьких слез, которые медленно скатывались по щекам, подбираясь к подбородку, и совсем неслышно капали на сухую траву. Как же ей было обидно и больно. Как же ей было жаль. Все это настолько несправедливо и ужасно. И, как же хотелось кинуться к ним разнять, но теперь она не могла. Больше не могла. Больше просто не имела права. Словно желая поддержать ее, желая попросить ее только не плакать, маленький мальчик попытался схватить ее за руку, но промахнулся, что его несказанно испугало. Девушка начала растворяться прямо в воздухе и снова имела ему улыбаться, плача и будто прося его о помощи. Сарут обе отчаянно хотел схватить ее хотя бы за рукав, но не мог. Не мог. Прощай. Прошептала девушка и протянула ему почти прозрачную руку. Стой. Мальчик словно молил ее, чтобы она не исчезала. Чтобы осталась здесь, но она лишь снова и снова ему улыбалась, что его невероятно злило. И, когда она почти ушла, почти исчезла навсегда, то он услышал то, о чем хотел спросить. Услышал важный ответ на его главный вопрос. Херузин услышал то, чего не хотел знать. Меня здесь больше нет. И после этого она ушла. Ушла, растворившись вместе с солнцем, которое зашло за горизонт, покинув эту землю. И тогда, в тот самый момент, в долину листа пришла долгожданная тишина. Никто же и не знал, что там происходило. Никто не мог даже видеть, что стряслось. Лишь маленький родник, что спускался с вершин водопада в деревню окрасился кровью. Жителям было страшно. Очень страшно. Ведь они совсем не знали, кто победил. Но почему-то желали, чтобы это был их Хакаги, а не лидер клана Учхо, у которого поехала крыша, после предательства друга. Все знали, что Хаширому был не виноват. Это был не его выбор, а решение старейшин, которые думали только о безопасности деревни. Но Мадару не желал в это верить. Не хотел, не желал и даже не собирался. Ему просто все врали. Все. А он должен был верить в этот бред. В эту жуткую ересь, что несли все ему в округе. Я победил, совсем не торжественно объявил Хаширому и устало свалился на колени, держась за проткнутое плечо, из которого лялась теплая кровь. Но он будто не обращал на это внимания. Син Джулиш смотрел на того, кто лежал перед ним, стараясь жить и до конца, борясь за свою правду. В его взгляде можно было разглядеть глубокую печаль и боль, что застыла там уже давным-давно, хоть многие думали, что он веселый и жизнерадостный человек, но некоторые-то знали правду. Мадара. Мужчина посмотрел на своего друга, что лежал на спине с закрытыми глазами и тяжело дышал. Из его груди, что резко то приподнималась, то опускалась, доносились хриплые и неприятные для ушей стоны. Ему было больно разговаривать, ведь связки совсем не слушались, а язык заплетался, не давая ничего сказать. «Хашир». Мадара не смог договорить, потому что из него вырвался жуткий кашель, а изо рта хлынула теплая и липкая кровь. Мужчина в судороге перевернулся на бок, пытаясь избавиться во рту от вкуса металла, что резало рецепторы языка. Учиха так много еще хотел сказать ему. Так много хотел рассказать ему о том, что старейшины его просто используют, как жалкую пешку. Но, черт жалко просыпел Мадара, понимая, что Хаширома навсегда ему останется единственным лучшим другом, который до конца пытался его переубедить. Конечно же он знал, что Синджу не виноват. Не виноват. Ведь ему так же больно, но он был виноват в том, что согласился на этот страшный поступок, который разрушил его жизнь. «Я ненавижу тебя». Учиха встал на четвереньки, опираясь на мелкой одной речке одной рукой, а второй держась за насквозь пройкнутый живот, откуда новым напаром хлынула кровь, которая окрашивала разбитый в битве веродник вал и цвет. «Ненавижу». Мужчина чувствовал, как вот-вот потеряет сознание, а за ним и жизнь. Жизнь, которую он не собирался так просто отдавать. «Я знаю», – тихо прошептал Хаширама, – «уже не в силах видеть страдания друга, который, сейчас упадет и навсегда закроет свои глубокие черные глаза». «Знаю». В груди у Синджу что-то сжалось, заставляя сердце болеть все больше и больше. Сначала она. А теперь он. Его друзья от него уходят один за другим. А ему остается лишь смотреть им вслед. Смотреть и понимать, что он сам убивает их. Мадара с грохотом упал на живот, хмурясь от боли и обиды. Но эта боль была не что по сравнению с тем, что он потерял. Я очень хозглотнул мерзкий, тошнотворно-кровавый комок в горле, смотря точно Хаширами в глаза. «Дефис, я». Синджу молчал. Ему было совершенно нечего сказать. Внутри было пусто, прямо как в черной дыре, а на глазах появлялись слезы. «Я вернусь», — хрипло прошептал Мадара, закрывая глаза и медленно, через жгучую боль, вытянул руку вперед, формируя знак дюцу. Хаширама, что все это время сидел на коленях в нескольких метрах от него, попытался резко подскочить на ноги, но у него совсем не получалось, поэтому Синджу на одних руках медленно пополз к другу, чтобы его остановить, но это было выше его сил. «Что ты делаешь?» Возмутился он, просто поражаясь и даже не представляя, откуда у Чихи столько чакры. Ведь они сражались долгое время и сильно выдохлись. «А он еще может что-то делать?» Мадара со злостью зажмурил глаза и что-то еле-еле прошептал одними губами. Перед его взором снова всплыл ее образ, и он расслабил веки, вспоминая времена, когда она стояла рядом с ними и улыбалась. «Такая умная и поразительная, красивая и стойкая, изящная и просто милая. Ее образ все стояло у него перед глазами, и он с прежним теплым чуть улыбнулся. Ее доброта изменила его, а теперь... что теперь?» Его бессильное тело охватило ярость и он, распахнув глаза, гневно посмотрел на Хаширому, что со всей своей скоростью, с которой мог, подбирался к нему все ближе. Учиха знал, что, сейчас, Синджу его не остановит. Он не проиграл. Может только схватку, но не войну, которая теперь рождалась новыми планами в его разуме. Хаширому с ужасом наблюдал, как губы Мадары расползлись в горькой усмешке, а глаза были полны к нему жалости. Но после всего, что случилось Синджу не смел кричать. У него просто не было на это права. Но те слова, что он в который раз слышал от Учихи, снова повергли его в шок и в тревогу. Мадара. Жалобно позвал его Хаширома, пытаясь остановить, но... «Я вернусь отмстить», и, исчезая, он улыбался. Довольный, победной улыбкой. Обещание. Хаширом Синджу с довольной улыбкой направлялся к речке, чтобы повидаться с Мадарой. Он шел по тропинке, окруженная густыми зарослями высокой, по пояс, травы то и дело подкидывая в руках плоский камешек, которым хотел похвастаться другу, по речке. Закинув голову назад, Синджу сощурил глаза, смотря на яркое солнце, которое так приятно нагревало голову, и понял, что опаздывает навстречу. Поэтому, подкинув вверх камень последний раз, быстро побежал в нужную сторону. Поле высокой травы скоро заменил лес деревьями, но протоптанная тропинка все не менялась. Впереди показались высокие кустарники, и Хаширома очень обрадовался, ведь за ними он увидит Мадару и они, как всегда, обменяются новыми камнями, а потом устроит дружескую драку, чтобы выяснить, кто за день стал сильнее. От этой мысли он невольно улыбнулся и уже собирался выскочить из-за кустов, чтобы немного его напугать, но вдруг его грубо схватили за пуку и утащили в бок. Хаширома только хотел заорать и хорошенько врезать тому, кто его так напугал, но вдруг понял, что это и был Мадару, который тихо шикнул в его сторону. Он, прижимая палец к губам, беззвучно требовал от Синджу тишины. «Что такое?» – выпросительно посмотрел на него мальчик, немного не понимающий кивнув головой в его сторону. «Смотри!» – молча указал ему глазами Мадара и очень тихо руками отвел листы кустов, чтобы посмотреть, что происходит за ними. Хаширома, в предчувствии чего-то плохого, последовал его примеру, отодвигая ветки кустарника. И интуиция его не обманула. У самого берега реки был незнакомец, личность которого скрывал серый плащ. Он сидел спиной к ним на коленях и завороженно смотрел в воду, не отводя глаз. Парни хмуро встретились взглядами с друг другом. Этот человек их беспокоил. Где-то раньше они оба видели этот плащ, но, сейчас, даже не могли друг другу об этом сказать. «Что будем делать?» – кивнул в сторону незнакомца Чеха. Как будто мысленно спросив о Синджу, и тот снова оценивающе оглядел незнакомца в капюшоне. Его не устраивала эта ситуация, потому что он не мог понять, кто это. Шиноби-отступник? Кто-нибудь из самого жестокого клана Чеха, хитрых лисов Озумаки или из соседских кланов? Мадара встряхнул головой, отбрасывая ненужные, сейчас, мысли и успокоился. Ему уже пришел на ум верный план. Ведь этот незнакомец еще не знает, что они здесь, поэтому они нападут первыми. У него не будет и шанса отбиться, поэтому он умрет раньше, чем поймет, что здесь произойдет. Юноша коварно улыбнулся, и эта улыбка не ускользнула от глаз Хаширамы, ведь он уже знал, что Мадара придумал гениальную стратегию. Учиха быстро показал несколько жестов рукой и Синджу согласно кивнул. Теперь-то они покажут друг другу, чего стоит. Насчет опальчиковых три, парни задорные просто молниеносно выпрыгнули из кустов, попутно доставая куная. Учиха приземлился первым, понесся наносить удар на незнакомца, но тот успел их услышать, поэтому начал поворачиваться к ним лицом. Слишком поздно. Мадара словно почувствовал ту самую жажду крови, которую испытывал каждый раз на жесточайших тренировках. Он замахнул с оружием на шинобе, целясь прямо в его горло, но промахнулся, потому что незнакомец, испугавшись, сделал шаг назад и споткнулся в реке о камень, заваливаясь на спину, порвав плащ и стянув капюшон с головы. Увидев упавшего, Синджук, который хотел продолжить план, застыл на месте и от неожиданности выронил оружие, а Мадара в изумлении чуть приоткрыл рот. Перед ними двумя, в речке, опираясь одной рукой на дно, чтобы не совсем потонуть с головой, а второй в страхе пряча лицо, куда уже хотел воткнуть куны Учиха, лежала девочка. От ужаса она просто закрыла глаза, стараясь не шевелиться, чтобы на нее снова не напали. Но теперь они даже не думали об этом. Мадара просто поверить не мог своим глазам, что он перепутал эту девочку с каким-нибудь ниндзя, хотя она такая нехрупкая и маленькая. Мальчики долго всматривались на то, как от страха подрагивали ее густые ресницы, а тонкие брови испуганно поднялись вверх, четко указывая на милые и тонкие черты лица. Рука, которой она прикрывала личко, судорожно дрожала, доказывая то, как сильно они ее напугали. А из-под порванного плаща выглядывала длинная блондинистая коса, которую она явно хотела скрыть. Девчонка ошарашенно пробормотал Хаширама, который первый вышел из оцепенения, пытаясь сообразить, что она вообще здесь могла забыть одна. Незнакомка сжала руку в кулачок и начала медленно ее опускать, чуть приоткрывая глазки. Сейчас ей вправду было страшно. Она совсем не ожидала, что здесь кто-то будет еще и устроить засаду. Девочка чувствовала, как полностью промокла, так еще и больно свалилась на какие-то острые камни, которые резали поясницу и руку, на которую пришлось опираться. А ее плащ был полностью разорван, потому что она неуклюже наступила на него, когда падала. И теперь, ей было очень стыдно, что она в таком страшном виде лежит перед двумя парнишками ее возраста, которые с полным удивлением все еще не могли оторваться от ее девичьего лица. Девочка поднялась на ватные ноги и неуверенно сделала пару шагов назад, снова споткнувшись о разорванные полы плаща, разбрызгивая вокруг себя кучу воды. Ой! На ее лице предательски выступил яркий румянец, который полностью выдавал ее. Страх, волнение, неловкость, да и, в конце концов, одно только положение ужасно ее смущало. Это она толкнула. Ее негромкий вскрик вывел Мадару из неподвижного положения, и он спокойно выдохнул. Всего лишь девчонка, а он-то себе уже надумал. Мило получилось, немного рассмеялся Хаширама. Его улыбка коснулась и Учихи, который довольно усмехнулся, не понимая, почему это он замер. Синджу подошел ближе к испуганной девушке и подал ей руку в знак примирения. Но она еще больше покраснела и отвела смущенный взгляд. Прости нас, дружелюбно попросил прощения Хаширама, все так же и улыбаясь. Мы перепутали тебя со врагом из чужого клана, навесил ей лапшу на уши мальчик, надеясь, что Мадара его поддержит, но тот вообще ничего больше не сказал. Снова повисла эта неловкая пауза и внутри себя где-то Синджу устало вздохнул. И почему это он должен выкручиваться из таких ситуаций? Мое имя Хаширама, вежливо представился парень, стараясь ее разговорить. Но она явно этого не хотела. Да и, кажется, испуг ее прошел, потому что румянец спал, а в глазах появилась какая-то уверенность. Только вот смотрела она явно не на него. Синджу проследил за ее взглядом и сначала подумал, что ее заинтересованность была больше в Мадаре, чем в нем, но потом все понял. Это просто очень холодно и высокомерно прожигал в ней дырку, а ей, видимо, это очень не нравилось. Это Мадара представил друга Хаширама и убрал предложенную ей руку, которую она так и не приняла, и не встала. У него просто такой взгляд, а так он очень хороший человек, любезно объяснил Синджу, понимая, насколько сейчас им всем неловко. Ведь, кажется, он один пытался поддержать беседу. Отойди от нее, Хаширама грубо позвал друга Учхо, презрительно оглядываясь, до сих пор молчавшую, незнакомку. Вдруг она специально обманывает тебя, чтобы ты поближе подошел, а потом просто возьмет и убьет тебя. Девчонка была явно возмущена такими словами, ведь они сами сейчас поступить хотели именно так, и тут же поднялась на ноги. Она легко прошлась по дну речки. Именно по дну, а не как мальчики, которые стояли прямо на воде. Незнакомка отстегнула верхнюю пуговицу порванного плаща, сбросив его вниз по реке. И парни сразу же обратили внимание на ее руки, на запястьях которых они увидели серебряные тонкие браслеты, что больше напоминали широкие кандалы, плотно вписавшиеся в кожу. В отличие от вас, впервые заговорила она и они отвлеклись на ее очень и мелодичный, но довольно уверенный в себе голос. Она свела брови к переносице и как будто сочувственно посмотрела в сторону Мадары, который какого-то черта снова застыл на месте, не в силах ничего сделать. Я не могу просто взять и убить человека, от этих слов Хаширома немного расстроился. Она была права. Ведь они даже ничего и не выяснили, и решили просто напасть. Так еще и ударить в спину. Девчонка горько усмехнулась и оглядела их двоих еще раз. Они были ее ровесниками, наверное эти двое сильные шиноби, раз решили просто так напасть на кого-то. Ей было обидно, что даже сейчас, когда у нее ничего нет оружия, этот Мадаров все еще думает, что она опасна. Учхазло прищурился, понимая, что она обвиняет, сейчас, его в том, что он ее чуть не убил и еще думал. Он сказал, что это она убийца. На его лице отразилось все недовольство, и он сделал пару шагов в ее сторону, будто хотел придавить к стене, которой здесь, к сожалению, не было. А нечего заходить на чужую территорию. Начал на нее наезжать Учхо, чтобы она знала о том, кто хозяин. Он сделал еще пару шагов вперед, надеясь на то, что она его испугается и отойдет. «Здесь нет таблички, что это твое личное место», — в том ответила ему девчонка, совсем не понимающая, как он думал, намеков с его стороны. Она даже не решала отступать, не особо зная, на что они способны. «Для тебя ее поставить, чтобы ты смогла увидеть, потому что плохой слух?» Начал наезжать Учхо, чувствуя, что еще чуть-чуть и он будет просто в ярости. «Эй-эй!» Хаширом упрямляющий встал между ними и в шутку поднял руки вверх, чтобы они успокоились. «Хватит, вы чего?» Он действительно был немного в смятении. Его братья к дому частенько ссорились и ему приходилось их останавливать, но это братья. А теперь его лучший друг и совершенно незнакомая девочка чуть не дрались, уже словами пытаясь друг друга задеть. Синджу посмотрел на Мадару, и тот увидел на его лице что-то вроде «Она же девочка, оставь ее!» Учхо на это лишь громко хмыкнул и отвернулся в другую сторону, всем видом показывая, что с ней больше не желает разговаривать. Хаширома довольно усмехнулся и теперь повернулся к незнакомке, стараясь дружелюбно улыбаться. Он не мог не признаться себе, что внешне она ему понравилась. В его клаве не было девочек его возраста. Только совсем взрослые женщины, сурово смотревшие на всех детей так, что, казалось, лучше было умереть. Чем им перечить? Но в ее взгляде не было этой злобы. Даже сейчас, когда она немного была рассержена, в ее глазах проскальзывали тепло и доброта, но совсем не месть и гнев. «Можно ли узнать твое имя?» Обратился к ней Хаширома, пытаясь наладить контакт, а Мадару просто скривила от его слов. Поэтому он сделал такое выражение лица, будто его сейчас стошнит. Теперь настала очередь застыть и незнакомке, которая была очень удивлена этим вопросом. Она лишь иногда переводила глаза то накривляющегося Учиху, то на Хаширому, который пытался быть с ней добрым, несмотря на то, что произошло. Ее злость начала куда-то выветриваться, а его приветливая улыбка окончательно сломила ту стену, которую она только что выстроила. Девушка счастливо прикрыла глаза и ее лицо озарила теплая улыбка, которая растопила даже негодующее настроение Учиха, который только и делал, что смотрел на нее. «Зовете меня Элая», — девушка нежно протянула руку Хашироме, который с удовольствием ее пожал, надеясь на то, что теперь они смогут подружиться. И на секунду задумалась, стоит ли ей говорить фамилию и про свой клан. Но потом резко передумала, ведь это может все испортить. Просто Элая. Прошел месяц их знакомства, и эта, просто Элая, приходила к ним каждый день, чему Хашир ему был просто несказанно счастлив. Она не участвовала в их дружеских поединках, но все время сидела и наблюдала за ними с какой-то ласковой улыбкой. Мадару сначала это ужасно раздражало. Она будто ему мешала, хотя Синджу говорил, что ему просто неудобно перед ней выпендриваться, потому что они равные по силе и достаются обоим. Парни все время, хоть и неосознанно, хотели быть лучше друг друга, чтобы показать на что способны. Но никогда не спрашивали Элаю о том, использует ли она ниндюцу или нет. Ведь девочка совсем не была похожа на Кунаичи. Да и сама ничего не говорила насчет этого. Элая часто улыбалась, и иногда ее улыбка была какой-то вымоченной, будто она вкладывала в нее свои невысказанные слова и невыплаканные слезы. Она улыбалась, но порой у нее был какой-то отстраненный и пустой взгляд, будто ее мысли не здесь. И Мадару часто это замечал. Элая им что-то недоговаривала. Казалось, она этого даже не хотела, зато с удовольствием слушала их рассказы и смотрела, как они учат что-то новое, поддерживая в начинаниях. Ребята частенько сидели на вершине скалы, откуда открывался прекрасный вид на лес, что находился с другой стороны и мечтали о будущей мирной жизни. Да нет же, Мадара. Хаширома в взбуждении размахивал руками, подробно рассказывая о том, как было бы здесь красиво, если бы здесь дружно жили люди в деревянных домиках. Но ты только представь, что будет, когда мы подрастем, объединим наши кланы и построим здесь деревню. Нет, ну только представь. Счастливо то и дело повторял довольный Синджу, отчаянно жестикулируя. Мадара мечтательно улыбнулся, представляя в голове, как мило смотрелись бы в этой рощице домики и его клан. Если бы это и вправду случилось, девочка, что сидела рядом, тоже мягко улыбалась, смотря на это прекрасное место, воображая себя уже взрослой вместе со своими друзьями здесь. Хаширома предложил потрясающую идею, о которой можно бы только мечтать. Но разве мечты это плохо? Это было бы просто прекрасно. Ты правда так думаешь? Обрадовался Синджу и беззаботно рассмеялся, довольный тем, что его похвалили. Конечно, Элай обняла руками колени и взглянула на ее единственных друзей, которых она ни за что не хотела потерять. Хотела, чтобы они всегда были рядом и больше ей ничего не было нужно. Но вдруг мы из вражеских кланов, ее голос погрустнел. Что тогда? Мадара боковым зрением окинул Элайу взглядом, чувствуя, как у него сильнее начинает биться сердце, но тут же отогнал это ощущение. Он не знал, что такое любовь и не желал знать. Учиха всегда хотел только силы. Силы, что будет его переполнять и всегда стремился к тому, чтобы искусно владеть всеми стихиями и техниками. Он мечтал создать что-то новое и великолепное. То, что он видел только на страницах старой книги его дедушки. Учиха мечтал получить не какой-то там улучшенный или же обширный, а абсолютный геном. Геном, которому подвластны все стихии их объединений. Да вы не особо-то на них похожи. Фыркнул Хаширом и отмахнулся. У клана Учиха красные глаза, в которых запретаны черные узоры, отправляющие Шиноби в Гендюцу, ничего не замечая вокруг себя, начал перечислять еще несколько кланов Шатен. И он не увидел, как еле-еле дрогнул от этого Мадара. Ну, а у клана Узумуки яркие красные волосы. Закончил болтать с Хаширома, снова глядев двоих, делая для себя вывод. Вы на них точно не похожи. Хах, слабо усмехнулся Учиха, понимая, как его друга легко обмануть. Наверное, ты прав. Элая снова улыбнулась, видя в этом парне настоящего будущего лидера своего клана. И мы втроем сделаем это. Победно объявил Хаширома, повернувшись лицом к будущей мечте и раскидывая руки в разные стороны. «Мы создадим нашу деревню!» Завопил парень во весь голос. Ребята весело рассмеялись, забыв это недоразумение. А этот триумфальный вопль эхом отразился от скал. Все тайное всегда становится явным. Учиха шел по тропинке в сторону места встречи, надеясь, что хоть какое-то время ему удастся побыть одному, но его желание не сбылось. Подойдя ближе к речке, он увидел, одиноко сидящую возле воды, подругу. Каждый раз, когда она была там, то смотрела в воду так, будто старалась увидеть свое отражение, но разве в такой реке это возможно? Что-то ты рано... Мадара облегченно вздохнул, как будто хотел побыть именно с ней наедине, хоть и не мог себе этого признать. Кто бы говорил, Элая повернулась к нему лицом и нежно улыбнулась, скрывая что-то важное за натянутыми губами. Увидев это, парень лишь негромко цокнул. Он пытался вообще не смотреть в ее сторону, чтобы не видеть и ее улыбку и ее темно-фиалковые глаза, которые с каждым разом его все больше пленили. Вот только он все не решался в них посмотреть, чтобы не застрять навсегда, ведь такому, как он, любовь не нужна. У тебя что-то случилось? Неожиданно спросил очиха, который внутри проклинал себя за этот глупый вопрос. Но ее глаза? Они были такие грустные, что невозможно было не узнать у нее, что произошло. Нет, девушка была приятно удивлена, что Мадара поинтересовался хоть чем-то из ее личной жизни, но он был не обязан знать, что происходит у нее в семье. Все хорошо. Парень косо окинул ее недоверчивым взглядом, ведь это была идеальная обстановка, чтобы ее хорошенько подколоть. Походу у блондинок всегда все хорошо, язвительно усмехнулся очиха, отвернувшись, чуть высунул язык, как будто ему было в радость выслушивать ее гневные реплики по этому поводу. Да не блондинка я. Рассмеялась Илая и укоризненно посмотрела ему в глаза. Да. Ей всегда хотелось спорить насчет этого. Но раньше бы она на этом остановилась и ничего бы больше не сказала, но сейчас, почему-то девушка не могла больше молчать. Мои волосы к... И тут она с ужасом запнулась, широко распахивая глаза и испуганно отворачиваясь. Ее сердце отчаянно колотилось и уже было готово вот-вот выброситься наружу, покидая грудную клетку. Что она наделала? Что? Что? Зачем ей вообще нужно оправдываться про этот глупый цвет? Скорее всего Мадара сейчас догадается, кто она. Снова нападет, но теперь убьет ее так же, как и остальные убивали родных из ее клана. А вообще я пошутила. Илая растерянно начала оправдываться, не зная что сказать. Это... девушка видела, как парень с неким недоумением на лице, пытается понять, что это сейчас было. Дефис, это просто русый цвет. Она была бы очень благодарна, если бы Мадара поверил в ее слова и была бы безумно счастлива, если бы эту обстановку разрушил появившийся Хаширма. Но его все не было. Так что случилось? Вновь, но теперь с напаром спросил Лучха, игнорируя предыдущий скандал, все-таки сильно хотел докопаться. Все нормально, настаивал он, видя, как на ее личике снова проскользнула грусть. Ты можешь со мной поделиться. Если бы раньше Лайе хоть кто-то сказал эти слова, если бы раньше хоть кто-то разрешил рассказать, что случилось, тогда она бы никогда не была девчонкой, которая старалась всегда поддерживать и улыбаться, рыжая где-то внутри себя. Но сейчас, и впервые со смерти матери, ее наконец-то просто попросили все выложить, как есть. Нет, на ее глазах выступили слезы и, чтобы он этого не видел, она снова отвернулась, не желая говорить. Я же сказала, что все нормально. Девушка по привычке обняла колени, уткнувшись в них лицом, все больше и больше раздражая Мадару, который бесился от ее упертости. Я сказал, что выслушаю. Недовольна через зубы процедил Лучха, понимая, что еще чуть-чуть и он будет просто в бешенстве. Я же сказала, что ничего не случилось. Надорвалась Лайя, повернувшись лицом к нему, и он замер. Застыл впервые с тех пор, как увидел ее тогда у реки. Ее глаза, ее ослепительные глаза, были полны жгучих и до боли неприятных слез. Мадара впервые видел, чтобы девушки могли так красиво плакать. Нет. Она не ревела, судорожно заглатывая воздух и давясь соплями, как это делали взрослые женщины, терявшие своего сына на войне. Не выла, как волк на луну, как это делали дети, хотевшие игрушку. Он видел совсем иную картину. Видел, как крупные слезы беззвучно текли из ее глаз, скатываясь по бледной щеке, нежно очерчивая линию подбородка. Мадара впервые, падая, терялись где-то в вороте кофты. Казалось, что она плакала впервые. Плакала так, как будто вообще никогда не заливалась горючими слезами, которые оставляли тонкие и еле заметные соленые дорожки на щеках. «Пороже этого не скажешь», — грубо заявил ей Мадара и как-то презрительно зло смотрел ей только в глаза, тыча в нее пальцем. Но потом, снова увидев ее расстроенный взгляд, смягчился, понимая, что говоря так, поступает глупо. «Ну, рассказывай». Девушка опустила голову, чтобы теперь глаза были спрятаны за челкой, он бы не увидел, что творится у нее на душе. Ничего бы не увидел, а она бы и не сказала, но его взгляд... Несмотря на возраст, Мадара был требователен и порой даже жесток в выражениях, совершенно не следя за языком, чем иногда вводил Хаширому в депрессию и тот, с поникшим и печальным лицом, одиноко сидел, обнимая коленки. «Сегодня моего младшего брата не стало». Ее плечи судорожно встрепенулись. Тыльной стороной ладони Илая вытерла слезы, стараясь перестать плакать, но у нее это совсем не выходило. Она ощущала такое дурацкое чувство, такое как искусство, для которого понадобится столько сил, чтобы забыть, как ее маленький братик просто взял оружие и ушел. Он ушел, ничего не сказав, и умер так, как будто так было надо, а ведь он младше ее на несколько лет. Ушел и ничего не оставил, хотя мог бы правду рассказать отцу. Сказать, что еще слишком ян для того, чтобы выходить на бой. Сказать, что его нельзя было оставлять в одиночестве. Просто все рассказать. Но тогда почему? Почему его сейчас нет? Он просто взял и ушел. «Сегодня я пришла на реку, потому что надеялась, что все эти неприятные чувства унесут течением», — пояснила девочка, прикоснувшись пальчиком к прохладной воде. Мадара слушал ее как будто издалека. У него было такое впечатление, будто Элай сидит на другом берегу и тихо пытается ему что-то сказать, но он ее уже не слышал, молча уходя в свои воспоминания. Учхо помнил, как в прошлом месяце Хаширама также сидел здесь и плакал. Рыдал, потому что его младшего брата убили. Тогда он тоже слушал его, как будто находясь не рядом, а где-то очень далеко. «Скажи», — блондинка вытерла слезы, видя, как он неуверенно достает плоский камешек из речки и как-то задумчиво начал подкидывать его вверх. «У тебя есть братья?» «Есть четыре брата». Он перестал подкидывать и опустил руку, запрокинув голову и посмотрев куда-то сквозь листву абсолютно пустым взглядом. Куда-то за пределы леса, в чистое и запредельно голубое небо. Точнее были. Были. Дефис с ужасом переспросил Элай и чуть приоткрыл рот от такого заявления. Теперь девочка точно знала, что Мадара такой же, как и она. Но ее пугала лишь одна вещь. Почему он говорил об этом так, как будто рассказывает об этом каждый день? Почему в его глазах ничего не поменялось, будто это была еще одна история из его жизни, просто не смешная? Мышиноби начал спокойно рассуждать вслух Мадара и замахнулся руку с камнем. И это нормально, если каждый день кто-то из нас может погибнуть. Он запульнул камень в речку и тот отскочил от первой волны. Но ведь это так нечестно. Учиха все смотрел на свой камень, что летел все дальше и дальше, а Элай смотрела на него, не в силах отвернуться, и пытаясь уловить все эмоции на его серьезном лице. Именно поэтому мы с Хаширом и уже столько времени обещаем себе, что построим мир, в котором дети не будут страдать. Камешет, что кинул парень, оттолкнулся от последней волны и с треском приземлился на другой берег. Мир, который будет такой же твердый и отталкивающийся от проблем, как этот камень. Мадара помнил, как впервые закинул такой же когда-то давно. Помнил, как Хаширома поверил в него, и они стали настоящими друзьями. Порой у него в голове проскальзывала мысль, что, если они втроем просто сбегут и создадут свой новый клан. И это будет клан, который создаст мир, на который будут все равняться. Но юноша понимал, насколько это невозможно. Мы станем лидерами и обязательно объединимся. Мадара был уверен в своих словах и не понимал, что этими самыми словами сейчас поддерживает Илайю, которая верила в каждое его слово, надеясь, что все так и будет. Но для этого его голос стал абсолютно серьезным и девушка могла поклясться, что увидела ненависть в его глазах. Ненависть, направленную на власть этой эпохи. Нужна сила. Сила. Глупо повторила блондинка и усмехнулась. Мой отец говорил, что сила скрыта в любви. Мадара непонимающе уставился на девушку, которая чуть улыбнулась, вспоминая этот разговор. Дефис, и чем больше любви, тем больше силы. Учиха внимательно вслушивался в ее слова. Но он совсем не понимал. А что такое любовь? В его клане было все просто. В семье лидер все сыновья и дочери женятся только для создания союза с другим кланом или просто с другой семьей, чтобы создать союз. Нет, разумеется, родители его любили, а он любил их и своего брата, но Мадара не видел, чтобы его отец испытывал что-то вроде любви к маме. Он старался для нее, ухаживал, чтобы ей было приятно, и спокойно разговаривал с ней так, как будто она друг, уважал ее, но, это любовь. Кажется, Хаширама сегодня не придет, окончательно огорчилась на сегодняшний день Илая встала со своего места, опираясь руками на прибережные камни. Но вдруг внимание ребят отвлекло что-то яркое, проплывающее в реке. Учиха с интересом подбежал по воде ближе, приостанавливая предмет. То, что он увидел, ему не понравилось, но он сдержал отвращение и подвел его чуть ближе к берегу, чтобы могла разглядеть Илая. «Шиноби», — с ужасом прошептала девушка, прикрывая рот ладошкой. «Это не просто Шиноби», — Мадара поднял тушу за клок ярко-красных волос, показывая мертвеца, приходя в ярость. «Это клан Узумуки». На мгновение блондинка увидела в его глазах ненависть, что порождало злобу. Сейчас, он был просто в бешенстве, ведь Учиха прекрасно понимал, что выше идет битва между кланом Синджу и Узумуки. «Черт», — выругался Мадара и отправил труп плыть дальше по течению. Он ненавидел. Ненавидел эти два клана. Только из-за них погибло в сражении столько Учих, а они еще и смеют осквернять их место. Место, где мир для детей. «Мне пора», — сквозь зубы процедил парень и тут же скрылся за высокими кустарниками, даже не взглянув назад. На то место, где была девушка с длинными до поясницы волосами, что были красиво заплетены в блондинистую косу, которую, как прежде и мирно, здесь, на этом самом месте, он уже больше никогда не увидит. На следующий день Хаширома снова не пришел. Так же, как и не пришла Лайя. Поэтому Мадара расстреленно шел обратно в сторону своего дома, надеясь, что у них просто какие-то важные дела, что они целы, невредимы и живы. Учиху уже почти успел завернуть на еще одну тропу, как из-за поворота на него выскочил его младший брат с диким восторгом в глазах. «Брат!» Изуна схватил его за руку и бегом направился в клан. «Ты должен это увидеть!» Кричал впереди ничего не понимающего Мадара младшего чиха. «Что должен?» Рассино спросил парень, пытаясь сообразить, о чем мог говорить брат. «Ты должен увидеть!» Снова повторил он на Мадара раздраженно закатил глаза. Обычно Изуна так вел его за руку к какой-нибудь букашке, которую еще не видел или, если она себя странно вела. Поэтому он ожидал увидеть любую бабочку, огромную гусеницу, дикого кота. Ожидал увидеть, что угодно, но только не это. Смотри, кого мы поймали! Восторженно развел руками братец и указал на балку, что стояла в самом центре их деревни, где располагался клан. Но... Скорее он указывал не на палку. Мадара от ужаса широко распахнул глаза и от неожиданности приоткрыл рот. Этого-то он боялся. «Брат?» Выпросительно уставился на него Изуна и немного удивился, ведь... Учиха-старший ему ничего так и не сказал. Мадара надеялся, что это всего лишь сон. Надеялся, что это неправда, но... Больно ущипнув себя за руку, он понял, что и вправду не спит. Учиха видел не сон. Перед ним, прямо на этом высоком бревне, что стояло в центре, была привязана девочка. Ее волосы были растрепаны и в некоторых местах порвана одежда. Глаза были закрыты, но он понимал, что она не спит. Ее вогнали в гендюцу, в котором ей мерещились жуткие кошмары. Об этом говорили ее тонкие брови, что съехали к переносице. Но хуже всего было то, что волосы этой девчонки были не блондинистые. Не те, о которых он знал раньше. Как же так? Горько прошептал Мадара, чтобы никто не услышал. Они были ярко-красного цвета. В этот момент он возненавидел этот мир. Мир, в котором все так лживо и фальшиво. Мир, в котором все так нечестно и неправильно. Цвета льющейся крови, юноша понимал, что, если бы он увидел девушку с той самой обычной светлой косичкой, то так бы себя не ненавидел за свою веру в друзей, но, сейчас, цвета смерти. Узумаки. Зло процедил Мадара через зубы. Теперь он знал, что ненавидит ее. Ненавидит всей душой и всем своим существованием. «Брат?» Снова позвал его обеспокоенной зоной и дернул за рукав, но очиха в бешенстве вырвал руку, стараясь не смотреть младшему в глаза. «Лидера нет?» Спросил кто-то из большей части его клана, который скопился вокруг Элайя. «Что будем с ней делать?» «Убить ее?» «Точно давайте ее убьем на глазах родителей. Может, сначала поиздеваемся?» Кричал молодой парень с повязкой на одном глазу, которого больше то и не было. «Баба, мне место на войне!» «Еще!» «Чего?» В шутку его ударила по плечу взрослая женщина и с ненавистью уставилась на Узумаки. Девка-то троих спокойно завалила, она чуть ли не плюнула в ее сторону, но сдержалась. «А ты говоришь не место!» «Троих Шиноби?» Мадара не мог поверить. Он надеялся, что ослышался, ведь она же даже не Шиноби. Элайя ни разу не участвовала в дружеских поединках и даже не говорила об этом. Так что делать-то будем. А пусть старший сын лидера решает ее судьбу. Теперь парень злился еще больше. Почему кто-то имеет право указывать, что ему делать? Ха-ха, точно. Изуна вытолкнул брата вперед и тот подошел совсем вплотную к Элайе, замечая, как ее волосы от корней медленно приобретают блондинистый цвет. На ее лице играла еле заметная улыбка и это его удивило. Даже сейчас она улыбается. Улыбается, наверное, видит жуткие иллюзии. «Прости!» Тихо прошептала девушка, чтобы слышал только он. Ее глаза до сих пор были закрыты, но его она слышала. «Слышала или же?» «Постойте-ка!» Элайя не могла же слышать. При гендюце затупляются все органы чувств, и она не могла. Одним взмахом Куная Мадара разрезал путы, которыми она была связана и видел, как девушка спокойно приземляется на землю. «Не могу!» Тихо вздохнул Учхо. Он смотрел прямо на нее. Смотрел, как она приоткрывает веки, за которыми прятались ее прекрасные темно-фиалковые глаза. Смотрел и понимал, это конец. Элайя же видела перед собой только его. Вся эта толпа, что, сейчас, за ними наблюдала, была ей совсем неинтересна. Она жалела, что ее поймали, что не смогла сбежать от пятерых. Но, что теперь? Сражайся, объявил Мадара и подкинул ей в руку Куной. Да, он ее ненавидел. Но хотел, чтобы она ушла, и это сражение было единственным шансом, чтобы ей удалось сбежать. Или умри. Узумаки легко подхватило оружие, тут же отпуская и втыкая его в землю. «Оно мне не пригодится», — спокойно ответила ему на угрозу девочка и на ее милом личике появилась убийственная улыбка. «Кончай с ней, Мадара!» Закричал кто-то в толпе и парень действительно начал бой. Он первым нарвался на нее, ударив Кунаем, но она с легкостью увернулась от его нападения. Учиха наносил удары со всех сторон, стараясь попасть в нее, но не мог даже коснуться. Все его удары проходили мимо, а она, как будто это была игра, все так же задорно улыбалась. Теперь Мадара понимал, почему в тот раз на реке, когда впервые увидел, не убил ее. Она нарочно увернулась, зная, что они там, но случайно споткнулась, поэтому и боялась их, а сейчас... Почему она не боялась его сейчас? Парень в крае разозлился и сильно зажмурил глаза, вызывая у себя неприятное покалывание и чувствуя, как приливает кровь к глазам. Элая с интересом наблюдала за всеми его действиями, чуть усмехаясь над его злостью. «Шиноби всегда должен быть спокоен и не выражать своих эмоций», напомнила ему девушка и вдруг поняла, что он стал быстрее и точнее. В его глазах что-то поменялось, хотя нет. Изменились сами его глаза. Когда-то глубокие черные впадины превратились в кровавые зрачки из двумя тумая. Это был его шарингом. «Мне плевать», холодно отрезал Мадара, Метя Кунаем точно в ее сердце, как вдруг наткнулся на ее руку. Точнее на то место, где был надет тот самый серебряный браслет. Несмотря на то, что он применил достаточно силы, все равно не смог его проткнуть. Парень все наступал, желая ее смерти, но, каждый раз она отбивалась этими непробиваемыми железками, которые словно впивались ей в кожу, что его раздражало еще больше, и служили ей абсолютным щитом. В последний раз ударив Кунаем, парень бросил его в девушку, отвлекая, и тем самым отпрыгивая назад, выполняя пару знаков Дютсу на руках. Огненный шар. Учиха приложил два пальца к арту и направил всю свою мощь в то место, где стояла девчонка и был несказанно рад, что наконец-то показывает ей часть настоящей силы. Мадара знал, что в его возрасте он превзошел многих собратьев и даже взрослых, и уже надеялся, что победил. Но неожиданная девушка, сделав в воздухе подобие Арандатой, оперевшись рукой о землю, ответила ему не меньшим разрядом стихия. Стена воды. Учиха никогда бы не поверил, что она могла вызвать мощь с такой силы, чтобы погасить его огромное пламя. А ведь воды рядом даже не было. Но вдруг из-под земли, почти из ниоткуда, его огонь накрыла гигантская волна, на которой, возвышаясь над ней, стояла Илайя. Юноша понимал, что это маленькое цунами накроет его, поэтому решил использовать техники, которые недавно только видел у других. Земляной столб. Мадара вытащил огромный столб земли, прикрываясь им как щитом. И волна, ударившись об него, начала разбрызгиваться в разные стороны, вызывая целые водопады с разных сторон. Учиха уже даже и не понимал, как все перетекло в такое русло, что это он защищается от нее, а не она от него. Но не успел он об этом даже подумать, как в его, почти, бетон-девочка, конкретно заехала кулаком, разрывая землю и просто в клочья. Мадара с силой отбросила в сторону, и он врезался в одно из деревьев, что стояло на окраине. Черт! Он совсем не понимал, откуда у нее столько сил, но Учиха не мог ей проиграть. Поэтому он выхватил какого-то парня-катан за спиной и побежал на нее, снова устраивая ближний бой. Парень очень хорошо знал, что в этот раз ей совсем будет некуда деваться. Мадара с разворота ударил холодным оружием со стороны Элая, которая пыталась держать удар левой рукой, не смогла отразить нерушимым браслетом и в этот раз отлетела метров на десять, врезаясь в дом. Учиха не желал сдерживаться. Она сама во всем виновата, пусть и расплачивается. Парень напал на нее, чтобы добить, но Элая стояла на месте, скрещивая руки и внимательно сосредоточившись. Он думал, что девушка все захочет перенести на дальний бой, но это была его ошибка. Ее железные украшения на руке засветились золотым светом, и это пугало Мадару. Мальчик знал, что сейчас победит, если она несет удар первым. Поэтому Учиха, стремительно приближаясь к девушке, замахнулся катаной, чтобы разрезать ее сверху, но увидел, что она как будто зажимает в руке воздух, который начал светиться в форме оружия. И в это время она отразила удар. Юноша застыл, видя, как этот золотой свет быстро исчезал, оставляя за собой блеск металла катаны на цепи, которая была прикреплена к браслету. Ребята со звоном скрестили катаны, смотря точно другу-другу в глаза, в которых читались смех и ненависть. Мадара ужасно злился, стараясь ее убить, раздавить ей все кости и прикончить одним ударом. Айлая смеялась, наслаждаясь прекрасной детской битвой. «Мне весело», — тихо прошептала изумки, отражая удар и снова нападая на парня, который примечал каждое ее движение. «Мне правда весело». За их молниеносной битвой просто невозможно было углядеть, да и они сами не заметили, как уже скрылись из вида собратьев из клана, которые хотели увидеть зрелищный бой. Последний раз послышался металлических скрежет, и девушка с парнем разлетелись в разные стороны, после чего замерли в стойке, наблюдая друг за другом. Мадара первым вышел из стойки, через силу опуская рожей вниз. «Уходи», — грубо попросил ее учиха, стараясь не думать о том, что предает своих же людей. Решил отпустить. Непонимающе удивилась девушка. По ее рукам прошлась мелкая дрожь, а на ее глаза навернулись слезы. «Та ты! Замолчи и просто свали!» Задыхаясь, криком заставил ее замолчать парень, со всей силой перехватив Ктану за рукоятку, чтобы поумерить свой пыл. «Мадара!» Элая немного протянула к нему руку, но он повернулся к ней спиной. Его трясло от злости, от ненависти к ней и в то же время он не знал, почему отпускает. «Почему не покалечит, ведь... Она же Узумаки!» «Узумаки, вашу ж мать, и он должен ее убить, но тогда, почему? Я больше не желаю тебя видеть!» Зло бросил ей через плечо Учхая, даже не посмотрел назад, не посмотрел в ее сторону. Исчез, растворившись среди леса, в котором они находились, снова и снова оставляя ее одну. Элая бессильно упала на колени, надеясь, что он не увидит ее горькие слезы, которые плавно стекали по щекам, неслышно ударяясь о траву. Надеясь, что не знал, как сейчас ей было больно, и не понимал, почему она старалась улыбаться, делая вид, что все нормально. Ведь Узумаки сама хотела, чтобы он ничего не знал. «Просто обменяемся камнями», предложил, как отрезал, Мадара, напряженно сжимая серый обломок в руках и видя, как коротко кивает Хаширама. Он был с ним согласен, ведь это был его единственный шанс предупредить друга об опасности. Парень был искренне рад, что сегодня не пришла хотя бы Лайя и не увидела бы такого открытия со стороны друг друга, не разочаровавшись в нем. Синджу знал, что сейчас за ним следят и понимал, что они бы просто так не отпустили бы ее, так же, как и Мадару сейчас. Но он ничего не мог с этим поделать. Неосторожность Хаширама выдала его и теперь за это должен поплатиться его друг. Как же это было несправедливо и нечестно, но хуже всего было то, что Мадара был из клана Учха. Учха. Синджу, когда узнал, не мог поверить в этот бред. Ведь Учха кровожадные убийцы, не жалеющие ни женщин, ни детей, а Мадара был не таким. Он был честным и даже добрым, ведь постоянно помогал Хашираме, который мог верить ему даже свою жизнь, но сейчас Парни замахнулись, пуская, блинчики, по воде, и поймали чужой камень. Хаширама с ужасом прочитал надпись, которая была вырезана кунаем большими и корявыми буквами. Ловушка, и М, многозначительно протянула задачи на Синджу, почесав затылок и глупо улыбаясь. Беги, ну. Мадара тоже увидел послание и тут же нервно посмеялся. Ну в общем-то мне идти пора, растерянно посмотрел на Учиху Хаширама, который в свое время уже тоже собирался уходить. Я вдруг вспомнил, что у меня дело. Начал оправдываться вслух его друг, уже собираясь уходить, как вдруг из-за кустов на берегу Синджу выскочили двое шиноби, которые тут же встали в боевую позицию. Из-за спины Мадары тоже выбежали еще двое ниндзя, которые уже собрались защищать своего члена клана. Учиха высокомерно поприветствовал лидера отец Хаширамы, кивнув головой. Его холодный взгляд мог убивать, но сейчас все было не так просто, ведь перед ним был необычный рядовой. Синджу коротко и с таким же тоном ответил на его приветствие отец Мадары, который прятал глаза, чтобы не было понятно, о чем он думает. Ведь он жалел. Жалел, не понимая, что наделал, что натворил. Лидеры в одно мгновение оказались в воздухе, обдумывая, куда же им ударить, но вдруг оба поняли, что лучший вариант стрелять в детей. Ведь победит тот, кто убьет чужого сына первым, и кинули куны, которые тут же отбили старшие разъяренные братья. Мадары со злостью накинулся на друга, скрещивая с ним метательное холодное оружие, то нападая, то отбиваясь. Не трогая мою семью, сквозь зубы прошипел очиха, ненавистно пронзая его своим взглядом. Ха-Ширма. Взаимно, парни разлетелись в разные стороны от силы удара, оценивая силы друг друга и понимая, что до этого они оба притворялись. Да кому нужна эта взаимность? Яростно воскликнул очиха, все крепче сжимая в руках оружие и вспоминая, как до этого дрался с подругой, которая тоже врала. Пускай идет к черту. Мадара. Горько прошептал Синджу, а в его голосе послышались нотки боли и грусти, которые он столько времени держал в себе. Ха-Ширма верил только в лучшие. Верил в их деревню, в Хакаги, которого они придумали втроем. Верил во все их мечты. Мы были поняты лишь никем, горестно заключил очиха, смотря куда-то в небо. Снова куда-то за пределы этого мира, но теперь ничего уже там не видел. Неправда. Обидно вскрикнул Синджу и Мадара с надеждой и посмотрел на него. Ему было обидно, что его лучший друг не помнит то, о чем они вместе мечтали и кричали всему миру, что справится и со всем. А теперь он забыл. Ха-Ширма просто не мог в это поверить. Я тебя понимаю, Илай тебя понимала. Учиха снова застыл. Остановился, вспоминая все, о чем они тогда воображали. Свой клан, деревни в каньоне, скрытые листвой деревьев, друзей, и новая жизнь. Мадара мучительно закрыл глаза, вспоминая об этом, но теперь понимал, что все это было невозможно. Снова это конец. Еще один предел. Его игра была закончена. Я убью тебя. Гневно заключила Чха. И парни резко сдвинулись с места, наступая на воду, чтобы успеть напасть первым. Каждый из них собирался ударить в сердце. Именно поэтому им было легче. И они были готовы убить друга, которого столько времени уважали, к которому столько бежали навстречу. И в тот самый момент, в момент удара их клинков, пролилась детская кровь.